здравствуйте уважаемые наши зрители эта программа соседи меня зовут гия саралидзе в нашей программе как вы уже знаете мы говорим о постсоветском пространстве этих событиях которые происходят от их тенденциях сегодня мы будем говорить с алексеем наумовым обозревателем издательского дома коммерсант алексей не первый раз у нас приветствую вас рад что именно с вами сегодня поговорим потому что мы следим за тем что происходит на постсоветском пространстве с одной стороны это интересно и очень живо то что происходит с другой стороны есть все таки вот в этих наблюдениях доля такого такого не то что страха во всяком случае каких-то нехороших мыслей по поводу того как могут развиваться события причем это касается и за кавказе где не так давно все-таки была война это касается и средней азии я предлагаю со средней азии начать сегодня потому что то что произошло в афганистане вернее это долго происходило но в итоге мы имеем то что имеем к власти пришли талибы которые до сих пор запрещены еще в нашей стране но как-то странно запрещены надо сказать потому что есть какие-то да там отношений приезжали талибы в москву надо сказать афганистан не для меня не сторонняя такая страна я четыре года прожил в афганистане правда очень давно ребенком в провинции балх под мазари шериф четыре года мой отец работал строил и как раз это тоже очень такая интересная страница я своими глазами видел что делали там советские специалисты что дело советский союз 73 по 77 год я там жил и я видел как строились дороги нашими специалистами дома заводы разведывался газ там нефть и так далее другие там полезные ископаемые геологи наши очень мощно работали с другой стороны я вот это вот знание позволяет мне сейчас видеть что многие из людей которые рассуждают и кстати вот говорят об этой опасности такой страшно они вообще не понимают что такое афганистан что это за страна ее особенности и так далее там для многих там пуштуны и меня узбеки и таджики это вот вот все население афганистана хотят на самом деле не так масса народов народности же пуштуны делятся кстати они разных конфессиональной точки зрения разным там принадлежат течение мусульманство есть индуисты есть и с моей литы и так далее там так намешано уж про народы я хазарийц там это и так далее там просто разные расы не то что народы кстати вообще вот это вот с точки зрения языков и национальностей афганистан очень похож на дагестан наш я считаю потому что тоже горы гендукуш две трети огромными горами высоченными заняты и вот это вот особенности этой географии они как раз сказались на формировании вот таких прямо местечковых до таких все когда люди там которые поживают рядом можно сказать по географическим он просто не понимают друг друга говорят на совершенно разных языках вот и поэтому вот исходя из этого очень многие просто не понимают того что на самом деле сейчас перед талибами стоит очень серьезная задача просто вот это удержать все это вот как-то объединить и так далее и противостояние там с таджиками в основном с таджиками этническими в паншерском ущелье которая то ли закончилась то ли не закончилась тоже очень так и она мне кажется еще очень очень далеко до там воцарение талибов поэтому пока во всяком случае я вижу что им точно надо заниматься своими делами там и они собираются как на ваш взгляд все-таки будет влиять вот те процессы которые в афганистане происходит на дальнейшие там политические внутриполитические внешнеполитические какие-то тенденции в странах средней азии что касается афганистана мне кажется стоит разделять вообще афганский вопрос на два важных пункта первый пункт это пункт в целом роль афганистана роль пост от афганского статуса к в общем мировом масштабе что грубо говоря американцы провалились там и так далее об этом мы можем поговорить наши с больше интересует именно второй аспект это ситуация которая складывается в средней азии центральной азии кому как угодно регион называть мне кажется что в принципе для средней азии для центральной азии опять же не произошло ничего крайне переломного грубо говоря все понимали что американцы уйдут и что талибы рано или поздно придут к власти центральная азия не первый раз с талибами сталкивалась мы помним что в когда еще в первый раз они были в конце 90-х например да и обсуждались как с ними взаимодействовать запрещены не запрещены условно говоря мы помним что ислам каримов даже говорил чтобы знаете ну талибан конечно такие ребята но они есть не надо как с ними взаимодействовать и готовились к их приходу и условно говоря я не думаю что будут какие-то тектонические изменения смотрите у нас есть три аспекта которые мы грубо говоря за которыми мы наблюдаем первый аспект миграции почему-то людям кажется что сейчас значит пал афганский режим ашрафа гони и сейчас толпы беженцев рванут центральную азию вопрос что им там делать делать им там откровенно говоря нечего там часто местным жителям делать нечего нету рынка товаров услуг негде пристроить свои рабочие руки и грубо говоря центральная азия это не самое приятное направление для прихода мигрантов скорее для мигрантов исхода как мы видим на улицах нашей прекрасной столицы второй вопрос это вопрос стабильности государств кажется что сейчас победила исламская революция такая вот ну в кавычках когда мы понимаем что может быть там есть разное толкование но не суть вот такое исламистское движение народное восстало власть свергла сейчас кто-то тревожится будет то же самое в казахстане например да или в узбекистане в таджикистане страны разные но тем не менее страны гораздо более гораздо больше похоже например на россию или на турцию нежели на афганистан не стане мы знаем всего лишь половина процентов господи процентов половина населения имеет доступ к нормальному школьному образованию в том же казахстане сто процентов детей махвачен там люди пьют алкоголь живут с резкой жизнью да то есть не нужно думать что если где-то победила исламистское подполье она обязательно везде завтра добьется триумфа потому что люди в центральной азии они похожи на с вами они не похожи на талибов не похожи на афганцев они не жили в состоянии войны на протяжении последних десятков лет да и наоборот они очень ценят что у них мирная ситуация их вряд ли сподвигнет на какое-то восстание тревог каких-то там талибов которые даже на них не похожий в общем то что странно выглядит условно говоря именно воспоминания 90-х вот эти страшные отзвуки гражданских войн они людей страшат и собственно вопрос терроризма третий вопрос что якобы сейчас талибы придут и будут все там взрывать мы понимаем что есть местный терроризм он был да иногда атаки происходит в этих странах но они мало связаны с очень интересно как интегрируется современный афганистан современный да мы понимаем талибский в мировое сообщество мы понимаем что в интересах талибов как-то встроить афганистан на правах какого-то ну пусть неравноправного но приличного участника международных отношений потому что рейтинг у них одобрение судя по той социологии которые мы можем получить такой себя социологии не очень высокий и они сами не хотят чтобы грубо говоря афганистан был вот этой вот страной изгоем в которой нечего делать нечего есть есть только джихад в максимально узком его понимании ничего больше нет они будут пытаться интегрироваться вот уже китай поставил гуманитарную помощь да они хотят друзья мы изменить ну посмотрим у них нету у самих причин сейчас заниматься террором им нужно стабилизировать страну нужно объяснять жителям что они нормальные что они власть а не кучка каких-то а торф извините которые пришли к власти теперь будут вести джихад и бросать афганистан в топку мирового джихада афганцы этого не хотят это либо если хотят удержать власть они этим заниматься не будут так что резюмируя я думаю что мы конечно вступаем какую-то новую постафганскую эпоху но это постафганская эпоха гораздо важнее с точки зрения крушения американцев очередного напоминания о том что навязать свои правила силой пар практически невозможно да и эти попытки проваливаются из раза в раз это куда важнее чем какие-то конкретные вот эти последствия плюс мы понимаем к этому готовились например та же граница узбекистана там же двойные заборы мины и так далее с таджикистаном сложнее но таджикистан полагается на китай там полагается на россию то есть грубо говоря есть и как бы силовые методы противодействия локальным постафганским проблемам и есть как бы объективные причины о которых я только что говорил которые не значат что с крахом режима ашрафа гони начался какой-то ужас и кошмар центральной азии все будет нормально а